В Красноярске начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Города. Сегодня на Караульной Горе был поднят флаг Краевого Центра, а в мэрии назвали имена новых почетных граждан Красноярска. В этом году красноярцы отмечают 386-й день рождения города. Знаковыми событиями, давшими старт череде праздничных мероприятий, стали поднятие флага города и выстрел из сигнальной пушки на Караульной Горе. Отметим, что накануне завершилась конструкция внешнего облика часовни Параскиевой Пятницы, которая приобрела образ, максимально приближенный к историческому. На торжественной церемонии глава Красноярска Эдхамок Булатов рассказал еще об одном знаковом событии, традиционно приуроченном к Дню Города. Городским советом принято решение о том, чтобы присвоить звание почетный гражданин города и вручить и присвоить городские награды целому ряду красноярцев, заслуженных людей, которые своим трудом вошли в его историю, в новейшую историю. В этом году звание почетных гражданин Красноярска получили 4 человека. Это Владимир Калмыков, генеральный директор Красноярского машиностроительного завода, Геннадий Лапунов, гендиректор ОАО Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта, Александр Пуртов, директор ПСК Омега, и Владимир Чащин, президент Союза строителей Красноярского края. Кроме того, и от красноярцев были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора края, а также знаком отличия за заслуги перед городом Красноярском. В числе последних председатель Совета ветеранов Центрального района Ирина Петровна Иванова. В сотрудничестве с ней наша программа уже три года готовит сюжеты в рубрике «Герои войны». Это награда районного совета ветеранов, городского совета ветеранов, краевого совета ветеранов, ибо это работа всего большого, огромного краевого ветеранского движения. Каждый красноярец любит свой город по-своему, но все жители краевого центра в праздничные дни желают красноярского развития и процветания. Об этом в своем традиционном приветственном условии накануне Дня города сказал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. Давайте пожелаем друг другу благополучия, радости, успехов, чтобы этот юбилей, точнее говоря, день рождения нашего города запомнился хорошим настроением, веселыми мероприятиями, праздничным фейерверком и праздничным карнавалом. Осталось напомнить, что в этом году празднование Дня города в Красноярске совпало с проведением Международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Познакомиться с программой мероприятий как фестиваля, так и Дня города можно на сайте мэрии.